всем привет в данном уроке поговорим о текстурах wingscape о том как их применять как их создавать как их сохранять и тому подобное сразу скажу что интерфейс на английском языке потому что многие подписчики которые не владеют русским языком они просят чтобы уроки были на английском но так как я английским владею как говорится со словарем то они просят хотя бы чтобы интерфейс был на английском и они будут смотреть куда я нажимаю в какое меню захожу и что делаю так им будет проще понять ну а вам я буду говорить что я делаю куда захожу какое меню нажимаю именно как она называется в русской версии wingscape в русскоязычном интерфейсе и так примеру у нас есть вот такой объект прямоугольник в которого заливка вот такая темно-розовая и что такое текстуры когда мы выделяем данный объект в меню заливка вот внизу есть варианты без заливки заливка обычным цветом градиент радиальный градиент мэш и вот есть у нас текстура нажимаем на нее и вот у нас появились такие полосы и сразу у нас тут появилось такое меню из которого мы можем выпадающий меню выбирать те текстуры которые предустановлены по умолчанию wingscape есть вот такой вот камуфляж полосы которые вы видели вот что то такое то есть мы можем изменять заливку именно нужной текстуры для чего это надо давайте теперь перейдем к загруженным но и вот таким картинкам к примеру у вас есть заказ или вы просто для себя решили сделать например дизайн какой-то куртки и давайте постепенно перейдем к тому как мы будем это делать мы идем в google независимо какой поисковик и пишем здесь к примеру куртка вектор нас интересуют именно куртки которые вот с такими силуэтами то есть они без какого-то цвета чтобы они были белые внутри и очертания черного цвета либо там темно какого-то синего копируем картинку сворачиваем наш браузер и здесь кликаем вставить вот у нас появилась картинка которую мы нашли в интернете пока ничего не понятно но что вам надо сделать нам нужно перевести данную картинку в вектор когда она выделена это вы уже знаете надо нам зайти в меню контур викторизация здесь обновляем возможно надо увеличить этот порог еще раз обновляем и применить и у нас появилась вот векторная версия данной картинки растровую картинку картинку можно удалять но как мы видим наша картинка вот с такими вот еще разными ненужными для нас элементами давайте их обрежем для этого что мы делаем берем к примеру инструмент прямоугольник выделяем ненужный диапазон нажимаем shift кликаем по курточкам и когда оба объекта выделены идем в меню контур разность и мы вырезаем ненужная из наших курток так теперь нам нужно данные куртки разделить что нам для этого надо можно их продублировать и точно также рисуем поверх одной из курток чтобы полностью пересекалась вот такой прямоугольник его тоже дублируем и что мы делаем один из прямоугольником выделен нажимаем shift кликаем по видимой куртки идем в меню контур пересечения вот одна куртка уже у нас обрезалась теперь опять выделяем прямоугольник нажимаем shift и видимую куртку и уже здесь контур разность и теперь у нас каждая куртка это отдельный элемент так ну а при чем же здесь вы спросите а текстура вот плавно мы подходим к тому что мы можем уже начинать к нашим курткам применять какую-то заливку в виде текстуры это мы удаляем закрываем окно викторизации она нам пока не понадобится может и вообще не понадобится в одном из уроков я рассказывал как на примере там был логотип льва губка боб спанчбоб там я рассказывал как окрашивать векторные объекты которые имеют вот вид как сейчас наша куртка тока только очертания и что нам надо сделать мы давайте как раз и повторим тот урок и плавно перейдем точнее продолжим тему урока текстуры выделяем наш объект дублируем его теперь переходим контур разбить и вот что у нас появилось все вот это что сейчас появилось много разных элементе к мы суммируем контур сумма давайте какой-то цвет придадим и перемещаем на самый нижний уровень и вот мы видим что у наш наша точнее куртка уже имеет какую-то заливку они просто очертания с прозрачностью ну и черное очертание вот именно теперь мы можем применять к данной заливки какой-то какую-то текстуру вот теперь переходим когда выделена наша вот эта заливка которую мы только что получили переходим в нашу наш паттерн по-английски по-русски текстура и мы видим что у нас вся наша курточка стала вот таким с таким узором и вот теперь мы можем подбирать что нам здесь более-менее подходит ну к примеру вам надо чтобы эта курточка была джинсовая как выйти из этой ситуации если по умолчанию не предустановлен такой паттерн такая текстура для этого тоже мы обращаемся к гуглу и здесь пишем текстура джинс и у нас вот открываются различные джинсовые текстуры можно подобрать к примеру вот такую текстуру которая она в принципе бесшовная получается вот если сохранить точнее копировать здесь вставить вставляем в нашем векторном редакторе и теперь смотрите что мы с этим сделаем данный элемент который мы скачали с интернета мы можем превратить в текстуру для этого мы переходим в меню объект текстуры объект в текстуры после того как мы кликнули у нас вот в меню заливка выпадающим меню списке точнее выпадающим у нас появился новый паттерн новая текстура 152 77 и вот теперь смотрите если мы кликнем по нашей куртки не по обводке а именно по тому элементу который имеет только заливку если мы по нему кликнем и перейдем в меню текстура и кликнем на вот этом новом паттерне который появился то наша куртка окрашивается вот в такой такую джинсовую текстуру и в принципе как мы видим мы угадали с тем что данный узор получается бесшовный но бывают моменты когда мы видим что есть какие-то границы что он данный узор из кусочков получается то есть когда мы применяем какому-то объекту вот конкретно данной куртки то будет куртка состоять как будто из вот таких рваных одинаковых кусков джинсовой текстуры сейчас вы поймете о чем я например мы захотим взять какой-то другой джинсовый объект вот давайте вот этот вот возьмем копируем картинку вставляем у нас в нашем векторном редакторе так немножко уменьшаем для этого надо зажать замочек вот так уменьшаем эту текстуру удаляем она нам уже не нужна и к примеру когда выделен новый вот этот узор новая текстура точно также мы его делаем чтобы он попал в меню текстур через объект текстуры объект текстуры и вот как мы видим он появился под номером 153 74 теперь когда мы кликаем на нашей куртке мы переходим в меню текстур и кликаем на новом на новой этой текстуре и вот то о чем я вам говорил вот эти полосы это именно то что данная текстура она не бесшумно ее надо применить в бесшумную а то получается как будто нашу куртку вот в трое сложили и вот такие полоски как это сделать я расскажу интересном ресурсе где это можно исправить заходим на такой ресурс я буду в точнее в описании помещу ссылку на этот ресурс заходим сюда вот первоначальное меню для того чтобы сделать бесшумную текстуру самый первый пункт выберите файл давайте сохраним нужную текстуру вот эту вот сохранить как и сохраняем в какую-то вашу папку в каталог так и теперь переходим в этот на этот сайт который делает бесшумные текстуры из любого узора из любой картинки вот здесь примеры даже есть вот как выглядит без обработки если делать большого размера какой-то фон и после обработки как мы видим уже здесь никаких пола полос мы не видим и так выберите файл выбираем загруженный только что файл вот он и в принципе можно все остальное оставить по умолчанию здесь либо формат можно выбрать качество сжатия ну и так далее здесь разберетесь но я ничего здесь не менял сразу жму ok немножко жду и у нас уже должна появиться наша текстура вот открыть обработанную текстуру вот она сохраняем ее давайте назовем джинс так загружаем опять нашу текстуру которая обработали на этом сайте вот джинс уменьшаем примерно до размера этой либо чуть меньше внешне они как бы ничем не отличаются но сейчас вы увидите разницу в заливке вот этой текстуры когда она у нас выделена вы уже знаете что надо перейти объект текстуры объект текстуры и вот она под номером 154 37 кликаем на куртки и выбираем 154 37 и как мы видим куртка уже погладилась сразу нет никаких полос и в принципе вот такой вот результат но если пойти уже дальше такие как лайфхаки она как бы плоская получается данная куртка то можно здесь если вам это принципиально можно вот внутреннюю часть нарисовать вот такой элемент окрасим его в черный цвет и немножко уберем прозрачность заливку точнее обводку я выключаю делаю заливку черную и вот делаем вот такую прозрачность но это в каждом случае будет по-разному то есть и теперь мы видим что это капюшон и внутри капюшона как бы вот такой как объем получается так ну что идем дальше точно так же мы сделаем задней частью но это уже потренируетесь сами теперь примеру мы хотим сделать текстуру для шубы я уже подготовил ее то есть она уже имеет и обводку вот обводка и заливка который мы будем применять текстуру таким же образом я сделал текстуру меха точно так же пишите в гугле мех текстура смотрите по качеству чтобы вам по самому самому меху по по цвету и так далее там по по ворсистости не знаю и вот загружаем ту текстуру меха которая получилась у меня мех открываем так уменьшаем примерно так как я уже сказал данная текстура уже обработана на том онлайн сервисе и она теперь имеет бесшовную структуру и еще такой момент такой лайфхак если к примеру мы открыли нужный узор текстуры применили к какому-то объекту и вы видите что он сильно имеет такую огромную структуру то можно пробовать разные варианты то есть примеру если вы открыли данную текстуру и оставили в таком размере и она стала большой дублируем ее уменьшаем и также из нее делаем новую текстуру то есть давайте попробуем если мы сделаем добавим точнее сейчас вот эту большую текстуру через объект текстура объект в текстуру вот 170 07 кликаем по заливке розовой переходим в нашу текстуру и мы видим что вот получился получилась вот такая заливка текстуры в принципе по размеру нас устраивает если мы добавим вот этот поменьше объектик объект текстуры объект текстуры 170 12 кликаем по нашей заливке 170 12 ну вот немножко по-другому как-то получается то есть здесь уже вы смотрите на конечный результат как вам больше нравится так и оставляйте то есть это тоже один из таких как бы советовых лайфхаков что не всегда тот размер который вы сделали именно какую-то текстуру она может нормально отображаться так как бы вы хотели видеть поэтому здесь уже надо играться с размером добавляемого вот этого узора ну и напоследок давайте сделаем к примеру у нас есть вот такой векторный дом который имеет как бы розовые стены то есть каждый элемент здесь отдельный и к примеру мы хотим сделать чтобы у нас были кирпичные стены для какого-то у вас проекта либо вы просто для себя делаете какой-то мультфильм какую-то иллюстрацию и так далее независимо загружаем уже опять же обработанный обработанную текстуру с кирпичной кладкой открываем кирпич вот есть такой у нас рисунок кирпичной текстуры ну к примеру так вот уменьшаем также добавляем объект текстуры объект текстуры у нас добавился под номером 170 77 и теперь выделяем к примеру вот эту часть дома розовую переходим в меню текстуры и мы видим что чересчур большие кирпичи это то о чем я вам говорил дублируем данный узор уменьшаем его на глаз примерно так и его же добавляем опять в меню с текстурами объект текстуры объект текстуры 170 88 выделяем нашу эту стену 170 88 и в принципе мы уже видим что более-менее уже нормально но можно еще уменьшить дублируем и еще уменьшаем и его же добавляем объект узор точнее текстуры объект текстуры выделяем нашу стену кирпичную и применяем новый новый узор новый паттерн этот текстуры которые появились и в принципе уже можно сказать идеальный вариант и точно также мы применяем его к розовому зная уже тот конечный результат который у нас появился 3 3 последняя кирпичная текстура 170 97 выделяем оставшуюся стену переходим в паттерн этот узор и добавили точнее и применили и к этой стене нужную текстуру вот в принципе что хотелось бы вам показать о текстурах то есть вы теперь знаете как их создавать как создавать их бесшовными вы их можете теперь отдельно там создать свою папочку но проблема в том что пока на данный момент нет возможности сохранять где-то ну либо я не нашел я по крайней мере искал на всяких форумах англоязычных кто пока я не нашел есть вариант который вам сейчас расскажу но именно такого чтобы вы взяли и создали свою папку как например с кистями в том же гимки в том же фотошопе здесь такого пока нет они все сохраняются как вы заметили под у такими названиями то есть текстура и номер вы не можете ее назвать по крайней мере простым способом есть способ который но это больше программисты поймут и смогут повторить это надо залазить структуру не в структуру как бы сказать есть такой файл который открывается в текстовом редакторе и там будем уже смотрите код не код который мурчит а код с буквой d на конце смотрите код и надо знать где что прописать чтобы изменить название именно от этого паттерна вот этой текстуры поэтому проще вариант будет если вы просто это опять же по совету некоторых людей где вычитал на форумах если вы хотите сохранить чтобы эти текстуры открывались именно в этом выпадающем меню потому что если вы сейчас создадите новый файл и захотите там сделать какой-то применить текстуру какому-то объекту то этих уже текстур здесь не будет те которые вот джинсовые меховые они останутся в этом документе поэтому если вы хотите сохранять то вы можете просто по удалять все ненужные здесь элементы оставить текстурки маленькие вот эти вот и сохранить просто с этими текстурами которые вам подошли по размеру и вы к примеру назвать его там текстуры inkscape либо паттерн inkscape и только пока таким образом это именно простой способ и как бы эффективный если вам нравится цифровое искусство а также вы делаете первые шаги в 3d моделирование то крайне советую перейти и подписаться на канал венталика здесь вы найдете очень много уроков по таким программам как крита а также блендер это программы в свободном доступе бесплатные очень эффективные это отличная замена 3d x max у а также фотошопу поэтому переходите подписывайтесь пишите комментарии вместе будем вникать отличный канал всем удачи ну что еще можно сказать если вы хотите чтобы ваш ваша шутка например или какой-то другой элемент выглядели более презентабельно если это не конкретно для вас где-то вы делаете для для какого-то проекта то можно придать какие-то тени например также как и в примере с курткой зарисовываем вот эту внутреннюю часть чтобы придать как бы объемность объем выключаем окантовку эту нашу и включаем заливку черный цвет и уже на глаз по именно по результату мы смотрим как прозрачность убрать также мы можем добавить нарисовать вот такие вот тени при помощи инструмента рисовать кривые обезья как пользоваться инструментом кривые обезья я вам уже рассказывал здесь я просто показываю как бы сказать лайфхак это не лайфхак но такой небольшой советик как немножко улучшить ваш проект вот когда мы нарисовали обводку мы отключаем делаем черную заливку и уже прозрачностью вы смотрите как сделать чтобы тень была более натуральной делаем с этим рукавом так то же самое с прозрачностью ну и как вы видите шутка сразу стала более-менее такой презентабельной более объемной красивей в принципе вот такой получился урок надеюсь он был для многих полезен потому что тема в принципе интересная она раскрывает inkscape в более другом виде то есть как вы видите здесь можно не только рисовать векторное но и применять к нему такие растровые заливки виде вот этих текстур которые расширяют функционал данного редактора на этом все удачи вам всем спасибо за внимание пишите в комментариях возможно что вы хотите еще узнавать какие темы я буду подготавливать кто не подписался подписывайтесь кто не поставил лайк ставьте можете ставить дизлайк это все зависит от того насколько вам понравился урок зашел он или не зашел также хочу сказать что у меня точнее я открыл свой аккаунт на патреоне это такая система которая позволяет донатить точнее кто не понимает смысл слова донатить финансово поддерживать какой-то проект вот если у вас есть такое желание можете стать моим патроном там есть три варианта 2 доллара 5 долларов 10 в общем перейдете посмотрите и для тех кто будет поддерживать мой канал будут такие плюшечки примеру я буду загружать какое-то видео какой я уже рисовал и к нему прикреплять св g файл этой картинки которая была создана то есть вы можете получить после того как станете моим патроном получить возможность пользоваться моими оригинальными файлами потом будут и другие плюшечки то есть в будущем там будут появляться разные прибамбасы для инкскейпа к примеру там кисти о которых я буду дальше рассказывать всякие гранжевые текстуры покажу тоже как применять но это чуть будет позже в общем спасибо за внимание всем удачи до новых уроков